Как-то меня попросили выступить перед одной из наших групп в Японии. Парень, представлявший меня, сказал, вы основали свою компанию в 1959 году. Вы знаете, что экономически это был плохой год. Почему вы основали компанию в этом году? Сегодня наша компания работает в 80 странах мира. 92% нашего бизнеса находится вне Соединенных Штатов. Это то, что нужно помнить о бизнесе. Когда вы начинаете свое дело, важно понимать, что вы не одни, и вам нужно мыслить в рамках мирового масштаба. Потому что все мы работаем над одним и тем же. Мораль всей этой истории с основанием компании в том, что парень, представлявший меня, сказал, 59-й год не был очень удачным. Почему вы начали именно тогда? Я ответил, ну, во-первых, я не знал, что это был не очень хороший год. Это сейчас нам тот год кажется плохим. Безработица, трудности, падение рынка, но тогда я не знал всего этого. А затем я осознал, что если вы, так же, как и я, тогда пытаетесь понять, удачное ли сейчас время или нет, я хочу сказать вам кое-что. Это не важно. Это ваше время. У вас не будет другого времени. Вы не родились на 10 лет позже или на 10 лет раньше, когда было так называемое хорошее время. Это ваше время. И вам нужно работать с тем, что происходит сейчас. Именно поэтому это будет удачным временем, если вы его таковым сделаете, как сделали мы. Да, мы создали Амвей в трудное время, но оно было нашим. И оказалось очень удачным. Поэтому не жалейте себя за то, что это не самое лучшее время для окончания колледжа или университета, создания бизнеса или построения карьеры. Это единственное время, которое у вас есть. Вам больше никогда не будет 21 год, и сколько бы вам ни было. Это время уйдет. Поэтому вы должны им пользоваться и стремиться получить по максимуму. Если вы поставите себе цель сделать это, то этот год будет невероятным, а время будет удачным. Это ваше время. Помните об этом. Ведь так много людей будет говорить вам, что сейчас тяжелые времена. Но это единственное время, которое у вас есть. Субтитры создавал DimaTorzok